Библейский портал экзегет.ру представляет Неверные весы — мерзость перед Господом, но правильный вес угоден Ему. Придет гордость, придет посрамление, но со смиренными — мудрость. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Мы видим, что премудрый Соломон обращает внимание на неверные весы, в которых он говорит, что это мерзость перед Господом. Что значит в современном понимании неверные весы? Скорее всего, это относится к так называемому нечестному бизнесу, когда люди, вопреки своей совести, вопреки нравственности, если можно вообще говорить о нравственности в бизнесе, хотя, наверное, есть всякие люди, думаю, что есть и добросовестные, но людей, которые ведут его неправильно, здесь предупреждает премудрый Соломон, что это мерзость перед Господом. Не только речь идет о материальном взвешивании. Например, об этом пишет святитель Авруси Медиаланский. Следующее. Цитата. «Неверные весы – мерзость перед Господом, но правильный вес угоден Ему, да взвешивает всякие речи свои без хитрости и обмана. Неверные весы – мерзость перед Господом. Я говорю не о тех весах, которыми взвешивают чужие деньги и которые сделаны из дешевого фальшивого материала, но прокляты перед Богом те весы слов, которые добавляют притворную тяжесть в фальшивой весомости и прибавляют хитрость ко лжи. Но более всего судит Бог того, кто обманывает ближнего своего обетованиями доброжелательности, а затем порабощает его, опутав долгами хитрой неправедности, того, кто не получает от этого никакой пользы». И заключает так Амросим Диаланский, говорит, «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, душу же свою лишит награды вечной жизни». Конец цитаты. Мы видим, что свидетель Амросим Диаланский обращает внимание на духовную составляющую неверных весов. Он говорит, что неверные весы – это те самые слова, на которых мы сегодня мало обращаем внимания, это те самые слова обещания. Мы привыкли, нас научили обещать, обещай больше. Снова и снова повторю. Премудрый Соломон здесь предупреждает, что неверные весы, а тем более неверные слова, которые многообещающие, но не исполняет их человек многообещая, это есть мерзость перед Богом. Где в Священном Писании встречаются слова «мерзость перед Богом»? В книге Второзакония. Там мы читаем «звездочеты», «халдеи», «волшебники», «волхователи», проводящие сына своего дочери с костер. Все это есть идолопоклонство, о котором Моисей говорит. Это «мерзость перед Богом». Будем осторожны в этом во всем. Далее мы читаем, что придет гордость и придет посрамление, «но со смиренными мудрость». Здесь сразу невольно вспоминаются слова апостола Павла, который так и говорит, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Действительно, человек смиренный, как сказано, со смиренными мудрость. У одного поэта, с которым я совсем недавно столкнулся, Леон Кон. Есть такие удивительные слова, мысль, которая часто встречается у премудрого Соломона в его притчах, где он говорит о смирении, где он говорит о том, чтобы не воздавать злом за зло, то, что отражается впоследствии в словах Господа и Спасителя Иисуса Христа. «Не воздавайте злом за зло, ненавидящий брата своем, не мстите за себя». Вот какие интересные стихи я нашел у него, Леон Кон. Он пишет. «Учила меня бабушка. Живем под одним небушком. Швырнули в тебя камышком, А ответь на него хлебушком. Всегда стараясь следовать советам своей бабушки, Порой в ответ на хлебушек вновь получал я камешки. Но все же не озлобился, Проникся этой мудростью, В добре и удаче кроется, А не в злобливой глупости. Уже и сам я, дедушка, Не за горами краешек. Учу я внука хлебушек, Подай в ответ на камешек». Удивительные, на мой взгляд, слова По своей такой простоте поэтического жанра, Но тем не менее говорящий о смирении. Говорящий о самой главной добродетели В христианской жизни смирении. И мы читаем с вами далее. «Непорочность примодушных будет руководить их, А лукавство коварных погубит их». Лукавство. Свидетель Василий Великий пишет по этому поводу Следующая цитата. «Лукавство есть изобретательность на злые умыслы. Когда человек, прикрывшись чем-то добрым, И предлагая это другому как приманка, Тем самым приводит в исполнение свой умысел». Конец цитаты. То есть, лукавство — это состояние, Когда человек выдает какую-либо приманку за правду, Но делает это лишь для своей выгоды. Эта приманка оказывается ложью. Когда я помню, был маленьким, Тот до сих пор запомнил эту историю. Однажды, вы помните, может быть, в наше время, Ну, наверное, и сейчас так, Дети играли в песочницы и менялись. Давай ты мне дашь эту игрушку поиграть. У нас не было такого достатка в игрушек, как сейчас. А ты мне эту. И вот мы обменивались. И однажды ко мне подошел мальчик и говорит, Хочешь конфетку? Я говорю, хочу. Дай мне машинкой поиграть, А я тебе дам эту конфетку. Помните, были такие конфетки Гулливера? Вот когда он мне дал эту конфетку, Я так обрадовался, дал ему с радостью машинку. Стал ее разворачивать, а там пусто. То есть он так завернул фантик, Что там была просто пустота.